В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе открываются дополнительные пункты вакцинации. Увидел пункт и решил завакцинироваться. В принципе, и близко, и повезло, скажем так. Во Дворце культуры города Видное состоялась премьера спектакля «Обелиск» у одноименной пьеси Геннадия Мамлина. Ну, уважать ты меня обязан, потому что не до что тебе, меня врагьев, не уважать. В Видновской детской школе искусств прошел день открытых дверей. Это очень знаковое для нас мероприятие, потому что к нам приходят новые наши потенциальные ученики. В Ленинском городском округе открываются дополнительные пункты вакцинации против COVID-19. Теперь в строительном комплексе Леруа Мерлен вы можете позаботиться не только о предстоящем ремонте, но и о своем здоровье. Защититься от коронавируса стало еще проще. На третьем этаже строительного комплекса открылся новый пункт вакцинации. Здесь отметили наибольшую проходимость людей. Сделать бесплатную прививку могут все желающие от 18 и старше. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу вакцинации. Для Максима Ларченко в первую очередь важно обезопасить своих близких. Эта мысль привела его в пункт вакцинации от COVID-19. Он прошел обязательное обследование и сделал прививку. Ради безопасности, я об этом уже давно думал, но в связи с работой не получалось никак подойти. А тут зашел в магазин, строил материалов, по работе нужно купить. И увидел пункт, ну и решил завакцинироваться. В принципе и близко, и повезло, скажем так. Для вакцинации врачи используют препарат «Спутник Ви». Процедура проходит в два этапа, второй компонент вводят через 21 день. Желающим необходимо при себе иметь паспорт, полис и СНИЛС. Сама процедура крайне проста. Пациент осматривает доктор, потом производится сама вакцинация, потом пациент находится под наблюдением еще 30 минут. Осматривается повторно, потом только мы можем отпустить человека. Врачи также рекомендуют в первую очередь пройти вакцинацию особым группам людей, которые подвержены высокому риску заболевания. Вакцинация рекомендована социальным работникам, преподавателям, медработникам и сотрудникам МВД. Почему? Потому что в силу своей работы они чаще всего сталкиваются с людьми, работают с людьми непосредственно. И людям при наличии хронических заболеваний определенных, потому что ковид дает осложнение непосредственно на эти заболевания, которые уже есть. Мобильная бригада работает с 11 до 4 часов. На третьем этаже строительного комплекса «Леруа Мерлен». Виктория Кошиняну, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. К нам в редакцию обратились жители деревни Лопатина, которые устали от транзитного трафика через единственную улицу и боятся за свои жизни и жизни своих детей. На место выехала наша съемочная группа. 8.30 утра. Довольно интенсивный поток машин, в том числе грузовых. Скорость тоже немаленькая. Казалось бы, стандартная картина, ничего необычного. Если бы не одно «но». По этой же дороге единственной в деревне Лопатина. Прямиком по проезжей части идут люди. Дети в школу, взрослые на остановку общественного транспорта. Мама с малышней в детский сад и поликлинику. Дорога у нас действительно очень оживленная, очень. Иной раз не знаешь, в какую сторону отойти, чтобы тебя не сшибли. Идут машины одна за одной. Если они встречаются, то еще сигналят, что, мол, отойди, а я поеду. Скоростной режим не соблюдается. У меня четверо детей. Старшие ходят в школу, ходят по этой дороге. Тротуара в нашей деревне нет. Дети ходят, естественно, по проезжей части. Движения у нас двухсторонние. И разъехаться машины порой не могут. Мы тут долго бились. Вот нам одного лежачего полицейского наконец-то сделали. Очень не хватает второго. Дорога узкая. Чуть-чуть будет ее как-то облагородить пошире и тротуар. Прям жизненно необходим тротуар. Детей много. Очень много в последнее время даже были случаи. Дети тут под машину-то попадают. Не хотелось бы, чтобы такое происходило. Местные жители связывают большой транзитный трафик с окружившими деревню новостройками. Дороги местные не справляются. Расторгуйское шоссе узкое. Сухановское узкое. Сейчас поставили на пересечении Сухановской улицы и Расторгуйского шоссе светофор. И водители, дабы не стоять в пробке, объезжают их через деревню. При содействии губернатора, когда мы написали письмо президенту, сделали объездную дорогу, которая проходит по линии передач. Она в ужасном состоянии. Естественно, водители пытаются проехать через насу улицу. На съезде с Расторгуевского шоссе в деревню уже год стоят сразу несколько дорожных знаков, среди которых жилая зона и движение грузовых авто запрещено. Но водителей, видимо, это не смущает. И мы неоднократно просили 10 лет. Нам обещают поставить камеры. Детей не выпускают, потому что по дороге ни на велосипеде проехать невозможно. Ни поиграть детям, ничего нельзя в деревне. И мы живем, как запертые в своих домах. Интересно, что на другом конце деревни, в месте пересечения с улицы Сухановской, установлен знак «Проезд запрещен». Но горе автолюбителя и его игнорируют. Мы предлагали администрации поставить за свой счет видеокамеру, которая могла бы здесь фиксировать нарушителей. Вот сейчас мы видим, как нарушители у нас проезжают. Видите кирпич? Вот, пожалуйста, человек поехал под кирпич, он видит, он кивнул, он согласен заплатить от 5 тысяч по ПДД. Жители утверждают знак, регулярно срывают с опоры, и его приходится устанавливать заново. Решением проблемы они видят установку шлагбаумов, которая позволит физически пресечь транзитный трафик. К слову, жители готовы сделать все за свой счет. Уже получили проект установки шлагбаумов. Ждут лишь разрешения администрации. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видно этого. Сегодня в рубрику «Мобильный репортер» прислали видео жители Калиновки. Недавний ямочный ремонт дороги от Каширского шоссе до деревни вызвал много нареканий и вопросов к качеству работ на данном объекте. В конце марта на нашем канале был сюжет о начале ямочного ремонта дороги, идущей от Каширского шоссе. И вот спустя всего пару недель к нам в редакцию пришло видеообращение от местных жителей. По их словам, работы были проведены некачественно. Так называемые заплатки уже сейчас подверглись саморазрушению. Также автор письма указал на выборочность ямочного ремонта, что вызывает некоторое удивление. И теперь автомобилисты, так же, как и прежде, вынуждены объезжать новые заплатки. Ведь проблема ям осталась нерешенной. За комментариями мы обратились в Дорсервис. Ямы образовались новые, после нового дождя, снега и заморозка. Дорога разваливается по этой причине. Все, мы сейчас дойдем до этого места, самого все сделаем, ничего страшного. Природные ли явления стали причиной вновь образовавшихся ям или некачественная работа? Вопрос остался открытым. Мы, в свою очередь, возьмем эту ситуацию под личный контроль. То ли вампиры, то ли фанаты дозоров. Сотрудники ГИБДД Ленинского городского округа призвали водителей машин с тонировкой выйти с умрака. На Белокаменном шоссе прошел рейд по проверке автомобилей, стекла которых свет практически не пропускают. С наступлением солнечной погоды количество машин с тонировкой заметно увеличивается. Поэтому сотрудники ГИБДД начинают регулярные рейды. Эта тема напрямую связана с безопасностью на дорогах. Ведь уже к сумеркам водитель буквально слепнет. Бывает наглухо тонированная машина, из-за которой просто ничего водитель не видит. То есть никто сбоку, никто сзади находится. Это на самом деле очень опасно. Потому что ребенок может неожиданно выскочить, да и взрослый тоже. Водитель просто его не заметит. По закону светопропускаемость передних боковых стекол должна составлять не менее 70%. Конечно, невооруженным глазом измерить их прозрачность невозможно. Сотрудники ГИБДД используют специальный прибор – ТУ-метр. 4-2 в этом есть. Штраф за тонировку не по ГОСТу сегодня составляет 500 рублей. Однако его можно избежать. Водитель может удалить тонировку прямо на месте. Но если по каким-то причинам пленку снять не удастся, придется отвечать по закону. На устранение нарушения дается 10 дней. Если в указанный срок тонировка не снимается, то при повторной проверке водителя ждет уже новый – повышенный штраф или даже арест до 15 суток. Возможно, именно поэтому они идут по пути наименьшего сопротивления – снимают пленку на месте. Я законопослушный гражданин, с тонировкой ездить нельзя, поэтому я устраняю на месте. На сегодняшний день тонировка стекол полностью не запрещена. Но стоит помнить, если пленка не соответствует ГОСТу, то рано или поздно ее придется снять. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Во дворце культуры города Видное состоялась премьера спектакля «Обелиск». Вход был бесплатным, но количество зрителей из-за пандемии ограничили. Наш мобильный репортер получил приглашение и отправился на спектакль. Долгих полтора года шла работа над постановкой. Премьера его должна была состояться еще в 2020-м, но помешал введенный режим самоизоляции. Несколько раз режиссер-постановщик Лариса Гейлес и театральная студия «ТВИТ» возвращались к материалу. И вот, наконец, долгожданная премьера. В центре спектакля события, которые происходят с группой школьников 16-17 лет в начале 70-х годов прошлого столетия. Главным героем является подросток Роман. Он абсолютно равнодушен к идеалам и ценностям предыдущего поколения. Оказалось бы, недавно прошедшая война для него что-то уже совершенно неважное. Спектакль насыщен событиями, в ходе которых главный герой должен понять, какие они истинные человеческие ценности, насколько сложно даже в мирное время совершить пусть и небольшой, но подвиг. Я бы за убийство человека прямо на улице казнила. Без суда. Без суда – это линчевание. Не в Америке живем. Значит, закон такой жестокий должен быть, чтобы данный пьяный о нем помнил, чтобы бояться своим ножом замахнуться. В спектакле заняты 11 актеров. Помимо тех, кто уже хорошо знаком видновским театралам, есть и несколько молодых людей, для которых нынешняя постановка – дебют. День открытых дверей в Видновской детской школе искусств традиционно проходит в апреле. В программе мероприятия – встреча с преподавателями, мастер-классы для взрослых и детей и еще увлекательный квест под названием «Знакомство с инструментами». На мероприятие побывала и наша съемочная группа. День открытых дверей в музыкальной школе – это прекрасная возможность заглянуть в волшебный мир искусства. На мероприятии будущие ученики и их родители могли познакомиться с образовательными программами, получить консультации педагогов, а также послушать выступления преподавателей Видновской ДШИ. Фойе детской школы искусств, будущих воспитанников, а также их родителей приветливо встречали педагоги учебного заведения. У преподавателей можно было подробно расспросить обо всех тонкостях образовательной программы. Это очень знаковое для нас мероприятие, потому что к нам приходят новые наши потенциальные ученики и их родители, знакомятся с нашей школой. Хоть ее, я думаю, все знают в городе Видном, потому что у нее очень большие результаты и хорошие показатели. Анна Мраморова рассказала, что пришла на день открытых дверей, чтобы задать интересующие вопросы. Ее сын Роман мечтает учиться в музыкальной школе. Это, собственно, единственное место в городе, на что стоит обратить внимание. Образование серьезное, я уверена. Мальчику моему 6 лет. В следующем году планируем поступить либо на фольклорное отделение, либо на хореографическое отделение. Он очень артистичный и что-то надо выбрать одно. У ребят, желающих заниматься музыкой, была прекрасная возможность пообщаться с учащимися школы искусств, которые поделились впечатлениями от обучения. Я просто с детства люблю петь. Я пятый год хожу на фольклор, но это в другом месте. И мы решили с мамой, что мне надо развиваться больше, еще ходить петь. И так я начала петь. Только скажу сразу, что сольфеджио вообще никто его не любит. Для гостей мероприятия преподаватели образовательного учреждения приготовили небольшой концерт. На нем были представлены практически все музыкальные инструменты, игре на которых обучаются в школе. Далее для ребят был организован квест знакомства с инструментами. Педагоги провели экскурсию для маленьких гостей по классам, где можно было послушать игру юных музыкантов и, возможно, определиться с выбором инструмента. Стоит отметить, что в Видновской детской школе искусств еще до поступления дети могут познакомиться с музыкой на отделении раннего эстетического развития. Уже в возрасте четырех лет можно начинать заниматься ритмикой, вокалом и даже попробовать поиграть на разных инструментах. Я очень люблю на барабанах играть. И хочешь учиться? Угу, хочу учиться. Напомним, что уже с 15 апреля родители, которые определились, на каком отделении будет учиться их ребенок, смогут подать заявление на выбранное направление на портале Госуслуг. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, ВИДНОТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»